Здравствуй, дорогой зритель! С детства люблю калейдоскопы. Говорят, сам Ломоносов к их изобретению руку приложил. Смотришь на разноцветные стеклышки и словно в детство возвращаешься или в сказку. Примерно таких, как у нашей мастерицы, затейницы Фариды Муртазиной, которые и старые ржавые ведра превратила в сказочные вазоны. Они украсят ее цветник будущим летом. С наступлением зимы очень хочется лета. И вот поэтому я решила себе устроить кусочек лета. Я собрала свои старые ведра на даче, привезла их домой и решила их преобразить. А сейчас я вам хочу показать, как это все делается. Я купила клей, прочитала, как им пользоваться. Там написано, что нужно разводить в теплой воде. Я наливаю теплую воду и туда добавляю этот клей. До сметанообразного состояния. Потом тут в инструкции написано, что нужно подождать 5 минут. Ну, наверное, это вот как и с тестом работа. Мы же его тоже оставляем немножко, чтобы оно подходило. Теперь мы этим раствором покрываем поверхность своего ведра. А до этого, как я уже говорила, что я проводила для эксперимента и на сетку. Это вот жидкий раствор, была грунтовка еще. И все это для того, чтобы хорошо держалось. Сюда под ободочек немножечко я выравниваю, чтобы было все красиво. Потому что лето, когда в этих уже красивых ведрах будут сидеть цветы. А почему я это начала делать? Только потому, что нынче посадила в ведра петунии. И когда они зацвели, это было так красиво. Но сам вид старого ржавого ведра был очень-очень непривлекательный. И я их таскала по всему участку. Там, где не было цветов, я садила петуньку с этим ведром. А там, где они опять расцветали, цветы, я переносила в другое место. И в принципе получается, что у тебя везде, в каждом даже темном углу, может сидеть красивый цветок. И так, вот таким вот образом, просто вдавливаем. Можно как-то, если у кого есть художественный вкус, конечно, можно это делать намного красивее. Фрида отметила, что можно наносить украшения, используя трафарет. А можно следовать за полетом фантазии. Ну, я делаю, как рука пойдет. Самое главное, что это может делать любой каждый. Я думаю, что даже если бабушки будут со своими внуками вот это делать, во-первых, ребятишкам будет это очень интересно. Они будут с гордостью говорить, что как здорово. Это я сделала. Вот оно. Думаю, что неплохо. Самое сложное в этом деле – колоть бутылки. Разлетаются осколки во все стороны. Я заворачивала это в тряпочку. Клала это на досточку. Под досточку клала что-нибудь такое плотное, чтобы соседей не пугать. Вот эти ведра, они дырявые. Чем хорошо? Нынче же лето было дождливое. И я посадила несколько цветов в кашпо. А у них не было отверстий. И когда дожди залили, я тогда поняла, что в ведре, в котором нет дна, которая дырявенькая, вода не составила. Ну, вот как-то вот так. Здесь типа змейки мы сделали из бусинок. Сейчас я хочу сюда зелень добавить. Тоже смотрится неплохо. Контрастно. С зеркалом особенно. По такому принципу мы будем завершать свою работу. Полностью это ведро. Даем ему подсохнуть. Все это получается вот такая красота. Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Дачников, родственников, друзей, коллег. Я желаю всем счастья и добра. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Ой, морозушка, оператор. Клубнички хочется. Мне свежие. Холодно. А если среди зимы вы хотите полакомиться клубникой, причем размороженную или невкусную импортную мы не рассматриваем, можно вырастить ее у себя на подоконнике. Как? Послушаем специалиста. Замечу, съемку мы проводили в ноябре. Вот я вижу здесь такие горшочки, да? Да. Вот мы их заблаговременно приготовили с осени. Это было приблизительно октябрь месяц. Высадили в эти горшки. И почему именно осенью нужно закладывать рассаду в горшки? Так как наступает уже короткий день, световой день, и клубника закладывает цветочные почки. Именно в этот период. И вот мы сейчас их высадили, оставили также под открытым небом, под снегом, для того, чтобы она прошла период охлаждения. Стартификация существенная. Да, может быть так. И теперь мы можем ее спокойно заносить в тепло. Но есть технологические требования. Ее сразу нельзя заносить в очень теплое помещение. Это должно где-то приблизительно 5-9 градусов. Плюс 5, плюс 9. Соответственно, нужно где-то, чтобы это было попрохладнее. А далее все... И светло, чтобы было. Да, чтобы светло. А далее все по цепочке. Можно этот горшочек поставить под лампу дневного освещения. На сегодняшний день очень популярны светодиодные светильники. Красного и синего цвета. И, соответственно, через 45-50 дней, возможно, что на этом горшочке будут ягоды клубники. То есть она где-то зацветет в начале декабря, возможно, да? Да. И к Новому году поспеет. Ну что ж, проведем, попробуем эксперимент. Забираем. Пожалуйста. Попробуем вырастить что-нибудь. Успехов вам. Спасибо. Новый год не загорали. Да, спасибо вам за такую интересную беседу. Встретимся. До новых встреч. Здесь созреет урожай, да. Чтобы ягодка завязалась, опыление, подчеркивает эксперт, нужно провести с помощью домашнего фена или кисточки. Если выгнать клубнику не получится, просто ее приготовьте. В преддверии Нового года я хочу вам показать закуску, которая называется клубничка. Для этого нам необходимо картофельное туре, рыба соленая, это может быть и горбуша, и масляная рыба, и селедка, репчатый лук, зелень, кунжут, лимон и свекольный сок. Приступим к приготовлению. Для этого нам необходимо с вами нарезать маленькими кусочками селедку, маленькие кубики, это может быть и красная рыба, и масляная рыба, все что угодно. Рыбу мы дорезали, теперь мы берем лук. Нарезаем лук также мелко. Теперь мы берем и смешиваем рыбу с луком. Теперь мы приступаем к формированию ягод, самих ягод. Для этого нам необходимо картофельное пюре. Мы берем небольшое количество пюре, делаем плоский кружок на руке. Постарайтесь, чтобы он был ровный по ширине круга. Теперь, значит, берем рыбу, лук, и буквально вот небольшое такое количество закладываем в середину картофельного пюре. А сейчас самый ответственный момент. Мы формируем ягодку. Форму придаем ей. Это ягодки. Остается окрасить картофельную ягодку, в нашем случае свекольным соком, посыпать кунжутом и украсить зеленью петрушки, а также сбрызнуть лимонным соком. И вуаля! И вот наша новогодняя закуска готова. Приятного аппетита! И я желаю вам наступающего в 2016 году успехов, продвижения и счастья! Вуаля тебе деятель, вуаля тебе красная. Знаете, что, товарищ оператор, после 15-го дубля, ой, хочу драгоценных камней, пригоршню. Вот они, алмазы и сапфиры бесценного опыта госпожи Удачи. В 2015-м узнали, что есть такие удивительные кабаны-свиньи. Познакомились с отцом-патефоном, который ест только экологически чистые огурцы. Посмотрели, как просыпаются пчелы весной. Пили чай с земляничной травой. Увидели цветущую стрелицую, райскую птицу, и маленький плод инжира. Научились коптить куриные яйца и, наконец, просто получили огромное удовольствие от съемок. Не, лучше, как было, оденьте, а то у вас тут мухры-мухры. Улетела, улетела. Это трава была. Это муха была. Ну что же, в этом году было очень много дождей. Надеемся, что следующий Новый год... Почему Новый год? Или я? Погоди, какой Новый год? Руку пленкой закрывать? Давайте закрывать. Пусть наступающий Новый год принесет вам полные ведра сладкой клубники. Интересных героев. И пусть вся жизнь будет в фокусе. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова